Хочется, чтобы автомобиль был в порядке, сверкал и работал как надо. Для этого есть несколько хитростей, которые мы вам сдадим с потрохами. Точнее, с запчастями. Через мгновение. Представляете, заехал вчера на заправку, а мне стали предлагать какие-то новомодные средства по уходу за автомобилем. Мол, и это нужно обязательно, и вот это нужно обязательно, и вот это нужно обязательно. В общем, у меня теперь полный пакет автокосметики. Даже у Сергея Зверева столько нет. И главное, я почти уверен, что это все нафиг не нужно. За машиной нужно ухаживать проще, без всего вот этого вот, понимаешь. Хотя в народе поговаривают, что есть какие-то средства, которые действительно для автомобиля незаменимы. А осталось только выяснить, какие. Дина со своим приятелем Лео недавно купили новенькую машину. Почему же вместо того, чтобы растекать в ней по городу, начинающие автомобилисты уткнулись в экраны мониторов? Парочка ищет в интернете советы, как ухаживать за четырехколесным другом. Тратиться на дорогие профессиональные средства им совсем не хочется. Народных рецептов на автофорумах полно. Находчивые исследователи договорились с продавцом подержанных автомобилей, что бесплатно отмоют несколько его машин. Для начала они попробуют расправиться со следами насекомых на капоте. Крылатые жучки-паучки регулярно перелетают дорогу в неположенных местах. Вот и приходится соскребать их с лобового стекла и кузова машины. Все интернет-знатоки сходятся в одном – чистить стекла лучше всего разбавленным уксусом. А как отмыть от следов насекомых капот? Лео обработал половину машины аэрозолем из автосервиса, а Дина прислушалась к умельцам из глобальной сети. Девушка отмочила присохших насекомых при помощи теплой воды и обычных газет. Кстати, вместо воды можно использовать газировку. На интернет-форумах Коле уделяют особое место. И действительно, с останками комаров и стрекоз газеты, смоченные газировкой, расправились на раз. Аэрозоль из автосалона, который использовал Лео, тоже очистил капот. Однако народное средство гораздо дешевле. А теперь натрем до блеска приборную панель автомобиля. Ребята снова сравнят в деле профессиональное средство и народную хитрость. Дина втирает в блёклую панель полироль из магазина. Такие пасты делают на основе восков, силиконов и смол. Смесь заполняет все неровности и образует на поверхности тонкую плёнку. По тому же принципу действует крем для обуви. Гладкая поверхность ровно отражает свет. И старая торпеда снова блестит. Лео на химии сэкономил. Парень воспользовался советами завсегдатаев интернет-форумов. Умельцы предлагают избавиться от царапин промышленным феном. Но это не так уж просто. Чуть передержишь фен, и пластик тут же расплавится. Вряд ли такой результат понравится будущему владельцу машины. Пора уносить ноги. Совет из интернета на этот раз подкачал. Но хозяин автомагазина наверняка простит ребят, если они очистят сидение машины от жвачки. Вообще лучше держать рот на замке, когда жуёте в машине баблгам. Если жевательная резинка прилипнет к обивке, никакое свежее дыхание вам уже не поможет. Водитель будет просто в ярости. Как же избавиться от прилипчивой напасти? Пользователи интернета предлагают её заморозить. Это можно сделать охлаждающим спреем или пакетиком с обычным или сухим льдом. Затем остаётся только соскоблить стенучку с обивки. На этот раз Лео не желает слушать советы из сети. Он потратился на профессиональное средство для удаления загрязнений на обивке. Пену нужно нанести по всей поверхности сидения. Через час она полностью впитывается в ткань. С пятнами грязи средство справилось на ура. Но сама жвачка только размазалась по сидению. Вряд ли какого-то водителя устроит такой результат. Если, конечно, это не голливудский режиссёр Дэвид Линч, который коллекционирует жёваную резинку. В данной ситуации интернет не подвёл. А как убрать ржавчину с хромированных покрытий автомобиля? Сразу внесём ясность. Во-первых, хром не ржавеет. И поцарапать его почти невозможно. А ребята хотят почистить обычный пластик, обтянутый блестящей плёнкой. Девушка обрабатывает налёт на деталях мягкой полировочной ватой из вискозы. А Лео, по совету из всемирной паутины, натирает поверхность влажной тряпкой с питьевой содой. В результате на блестящем пластике остались царапины. Получается, не всё то хром, что блестит. В этот раз практичнее оказалось профессиональное средство из автосалона. Что делать, если кожа в салоне автомобиля стала тусклой и грубой? Считается, что сиденья из кожи практичнее, чем тряпичные. Но это не значит, что им сносу не будет. Например, кожа боится яркого солнца. Она может выцвести не только на свету. Бытовые чистящие средства её тоже не щадят. Стиральный порошок в кожу лучше не втирать. В интернете советуют обрабатывать её вазелином. Давайте проверим. Действительно блестит? Лео натирает сиденье средством из автосалона. В его состав входит глицерин – вещество, которое добавляют в мыло. Такая смазка помогает коже сохранить влажность и делает её эластичной. Подобную обработку нужно проводить каждый месяц. А уж вазелином или кремом из автосалона решать вам – оба средства хороши. Напоследок ребята оставили самое сложное. Как счистить с кузова следы смолы? Знающие водители стараются парковать свои машины подальше от лип и тополей. Виртуальные советчики обещают, что от почек и смолы избавит растительное масло. Неужели всё так просто? После процедуры капот сияет от жирного блеска. Но пятно никуда не исчезло. На поле сражения выходит Лео. Он вооружился профессиональным спреем для удаления смолы. В его основе обычный бензин-растворитель. Но несмотря на все усилия, ни одно средство не помогло справиться с этой гадостью. Может, кто-нибудь из наших зрителей знает, как одолеть такую грязь? Тогда тряпки в руки и айда в редакцию «Галилео» драит служебные машины. Работы на всех хватит. Вот только бы погоду не испортить. Ведь народная водительская мудрость гласит «Помыл машину – быть дождю». По аналогии с женской косметикой, могу сказать, что косметикой вообще, неважно какой, даже авто, лучше не злоупотреблять. Иначе однажды после мойки вы просто не узнаете свой автомобиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова